Ежегодно 8 февраля отмечают День российской науки. В Юргу прошло праздничное мероприятие. Торжественную часть открыл проректор по научной работе Юргу Антон Коржов. Он поздравил преподавателей и студентов с праздником, а также поблагодарил их за успешную и плодотворную работу. Ученые нашего университета и ученые в Российской Федерации работают на достойном мировом уровне. Хотелось пожелать всем двигаться вперед и не снижать планку, которая была достигнута в 2021 году. Также Антон Вениаминович подвел итоги научной работы Юргу за 2021 год, который прошел под девизом «Год науки и технологий» и поделился тенденциями научно-исследовательской работы университета в 2022 году. В 2021 году наш университет подтвердил статус исследовательского университета. Мы вошли в 17 лидирующих вузов по треку исследовательской лидерства. Это, наверное, самое большое достижение, подтверждение статуса, и мы показываем, что мы находимся на фронтере науки в Российской Федерации. На 2022 год планы реализовывать пять стратегических проектов, которые заявлены в нашем университете, ну и выполнять показатели, которые стоят перед университетом. И самое главное – это уметь преобразовать фундаментальные знания в прикладные разработки, которые нужны экономике Российской Федерации. В рамках мероприятия с докладами выступили несколько приглашенных спикеров. Профессор кафедры машиностроения университета Урмия Резезадах Гадар поделился с учеными ЮРГУ своими недавними научными разработками. О новом проекте «Стартап-студия в ЮРГУ» рассказал Александр Стрункин, выпускник ЮРГУ и основатель компании ДЭКО. Также в холле конференц-зала «Сигма» была организована выставка с передовыми разработками ЮРГУ. Уникальная конструкция индивидуальных ортопедических стелек. Ее уникальность заключается в том, что вместо жесткокаркасных термоформируемых материалов мы разработали конструкцию в виде моста. Опор, изготовленный из силикона, который с одной стороны демпфирует деформации стопы, допустим, привальгусной деформации стоп, а с другой стороны оказывает массажный эффект. После торжественной части работа ученых была продолжена по двум секциям. В первой секции сотрудники университета узнали все о подготовке успешной заявки на конкурс Российского научного фонда, во второй – о том, как повысить развитие инновационной деятельности студентов.